Мировые цены на продовольствие падают, десятый месяц подряд. Мировые цены на продовольствие снижаются, десятый месяц подряд. Индекс цен на продовольствие, ФАО, в январе 2023 года составил 131,2 пункта, что на 0,8% меньше, чем в декабре и на 17,9% ниже своего пика, достигнутого в марте 2022 года. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на публикацию ФАО, продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН. По данным ФАО, индексы цен на растительные масла, молочные продукты и сахар способствовали январскому снижению, в то время как индексы цен на зерно и мясо оставались, в основном стабильными. В январе индекс цен на зерновые, ФАО, вырос, 0,1%, по сравнению с декабрем, и был на 4,8%, выше своего уровня годом ранее. Мировые цены на пшеницу, снизились на 2,5%, поскольку производство в Австралии и Российской Федерации превысило ожидания. Мировые цены на кукурузу, незначительно выросли из-за высокого спроса на экспорт из Бразилии, и опасений по поводу засушливых условий в Аргентине. Индекс цен на растительные масла, ФАО, в январе, снизился на 2,9%. Мировые цены на пальмовые и соевые масла, снизились на фоне ослабления мирового импортного спроса, в то время как цены на подсолнечное и рапсовое масла снизились, из-за наличия достаточных экспортных запасов. Индекс цен на молочные продукты, ФАО, в среднем, был на 1,4% ниже, чем в декабре. Индекс цен на мясо, ФАО, в январе, снизился на 0,1%, по сравнению с декабрем, так как достаточные экспортные возможности, повлияли на цены на мясо птицы, свинины и крупного рогатого скота. Индекс цен на сахар, ФАО, упал на 1,1%, по сравнению с декабрем. Прогноз по зерну. ФАО, повысило прогноз мирового производства зерновых, в 2022 году. Мировое производство зерновых, в 2022 году, теперь прогнозируется, на уровне 2765 миллионов тонн, что на 1,7% ниже, чем в 2021 году. Пересмотры в сторону повышения для Австралии, и Российской Федерации, теперь указывают на рекордное мировое производство пшеницы, в 2022 году, в то время как ожидается, что общее производство фуражного зерна, снизится на 3,3%, по сравнению с предыдущим годом. Низкие внутренние цены, могут привести, к небольшому сокращению посевных площадей пшеницы, в Российской Федерации, крупнейшем в мире экспортере, в то время как серьезное воздействие войны в Украине, по оценкам, приведет к сокращению посевных площадей озимой пшеницы, на 40%. Напомним, мировые цены на продовольствие в среднем, за 2022 год, были 14,3% выше, чем в 2021 году. Индекс цен на продовольствие, ФАО, вырос, до максимума с начала расчета, в 1990 году, 143,7 пункта. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины, читайте на канале РБК Украина в Телеграм.